Ола, Амигос, на связи Матвей. Совсем недавно Epic Games официально заявили, что с новым обновлением 18 сезона графика в Фортнайте обновилась абсолютно на всех устройствах. Поэтому, так как этот канал специализирован по Fortnite Mobile, сегодня в этом видео мы проверим, как же идёт Fortnite в 8 сезоне второй главы на эпических настройках графики в 60 FPS на 100% 3D графики. И если что, проверять мы будем не на компьютере, не на консоли, а на моём обычном Android смартфоне. Это мой основной игровой телефон на базе Android, производства Huawei под названием Honor 20 View. И здесь есть официальная поддержка 60 кадров в секунду в Fortnite Mobile. Ну а подробные характеристики этого телефона вы можете узнать в специальном видеообзоре на моём канале по подсказочке вот здесь. В общем, будет мега интересно, поэтому ни в коем случае не переключайтесь. Ну и перед тем, как мы начнём, хочу обратиться лично к тебе. Мой дорогой зритель, если ты впервые на моём канале и тебе хоть немного интересная тема с Fortnite Mobile, то обязательно оформляй подписку. Потому что в наши дни мобильный Fortnite постепенно умирает, и только твоя подписка на этот канал сможет всё исправить. Также обязательно поддерживай наше единственное мобильное сообщество игры в ежедневном магазине Fortnite. Тега автора мотивкар смело води и покупай исключительно с ним. Ну а вот первый и рандомный комментарий из последнего видео на канале. Кстати, чем больше комментариев ты оставишь под этим видео, тем выше твой шанс попасть в следующий ролик. Поэтому спам разрешён. Надеюсь, вы меня поняли. И теперь давайте наконец-таки начнём насиловать процессор моего телефона, испытывая на нём эпическую графику Fortnite Mobile 18 сезона. Уверен, такого вы ещё точно нигде не видели. Не обращайте внимания на мой стол, обращайте внимания на мой мега красивый телефон. Открываем Fortnite через специальное приложение по оптимизации, о котором я уже рассказывал вот в этом видео. Ждём, пока оптимизируется игра. Блин, ребят, у меня реклама Яндекс.Маркет, и тут предлагают купить табельное оружие, что делать? Короче, Fortnite запускается, просто пока что ждём. Хай! Да, блин! Жду пока что обновиться в Fortnite. Нашёл коврик от мыши, чтобы вы не видели ужас, творящийся на столе. Ура! Игра запустилась, теперь заходим в настройки. И ставим просто самую высокую графику, которая только доступна у нас в игре. Для начала давайте потестим сезон в 60 FPS на высоких настройках качества со 100% 3D разрешением. Так, применяем. И, блин, у меня опять случился этот баг, когда я стою в лобби полностью голубой. Ну ладно, не будем медлить, давайте посмотрим, как с этой графикой вообще можно играть в обычной королевской битве. Так, ребят, зашёл в игру, и вы просто посмотрите. FPS, я верчу камерой, и он стабильно показывает отметку 60. Показывается трава, что удивительно для мобильной графики. И показываются достаточно качественные тени. Причём от всех объектов, то есть не только от меня и других игроков. Вот я лечу на боевом автобусе, и здесь уже можно заметить первые проблемы. FPS падает до отметки 40. Боже, не знаю, как можно с таким FPS вообще играть. Но, в принципе, если смотреть на карту, то плюс-минус все объекты на ней достаточно видны. Я не могу сказать, что это полностью мыло. Не, ну вот графика реально заметно похорошела. Я вижу блики на своём зонтике. Зонтик имеет такую металлическую текстуру, и при этом блики показываются очень красиво от солнца. Смотрите, все тени, все тени, кроме построек, которые вы построили, все тени, то есть от зданий, от вас, от игроков, они показываются. Вот я бегаю по дому, который вроде как построен из дерева, и вы просто посмотрите на лестницу, на стены, на пол, как здесь отчётливо выделяется деревянная текстура. Сразу видно, что дом построен из дерева, здесь всякие трещины, покосившиеся доски и так далее. Смотрите, тут челик прибежал, давайте попробуем его убить. Смотрите, ну постройки, кстати, тоже выделяются, особенно синяя область, которая только планирует размещение построек. Отдельное внимание, ребят, обратите на свечение от луны. Вы посмотрите, то есть эта сторона дома, она вроде как в тени, а это на свету, на свету луны. И вы просто посмотрите, насколько хорошая здесь текстура. Блин, меня убили, придётся начинать вторую игру. Кстати, во второй игре по ситуации с FPS намного лучше, потому что, как вы можете заметить, я верчу картой, и у меня стабильный FPS 50. Я смотрю вниз, и у меня всё равно 50 FPS. Блин, я не знаю, что тогда в первой игре у меня так всё хреново шло. Прошу обратить внимание, сейчас вроде как в игре тоже ночь. Я бегу, здесь расположено дерево. Во-первых, посмотрите на освещение самого дерева, и какую тень отбрасывает это дерево. То есть я бегу, и прям видно шелушание листвы. Боже, это великолепно. Это вот безумно красиво. Учитывая, что это всё я делаю на телефоне в 60 FPS. Отдельное внимание заслуживает текстуру сундуков. Вот сейчас посмотрите на этот холодильник, и посмотрите, какой пар из него выходит. Как он распространяется на пол. И даже, смотрите, отчётливо видна на свету. Свет, который исходит из самого холодильника, и как он отражается на плитке. Сразу видно, что плитка каменная. И, блин, слушайте, это так кайфово. Отдельное внимание уделите текстуре воды. Вы просто посмотрите, насколько красиво она отражает свет от луны. Ну и вообще, просто, насколько хорошо проработана текстура. Смотрите просто на... На это. Вот посмотрите на это. Как бы, можно подумать, ящики. Вообще незаметная текстура. Но на телефоне, на высоких графиках настройки, вы просто посмотрите, как хорошо на неё падает лунный свет. Вы просто посмотрите на саму текстуру неба. Как бы, по логике, здесь должна быть буря. И это и есть буря. И она реально прорисована, прям как в первой главе. При этом, также хорошо проработана и дальность прорисовки. Вот посмотрите, как всё выглядит вблизи. Ну, вот камешки, трава и так далее. И как всё выглядит издалека. Эти поля, деревья, скалы, пляжный посёлок. Все тени есть, все блики солнца. Просто я обычно играю со средней графикой. И деревья на средней графике совершенно не так выглядят, как выглядят на высоких настройках графики. Единственный минус, который я могу отметить при игре с такими настройками, так это то, что телефон просто нереально греется. Жаль, что я вам не могу передать, насколько сильно нагрелась задняя панель телефона. Вот эти вот алюминиевые бока. Но, поверьте мне, тепло есть и оно очень сильно ощущается. Ну, я думаю, если надеть чехол, то ничего такого чувствовать вы не будете. В последний раз вгляните на Fortnite на высоких настройках графики со 100% ТТ-радрешений. И сейчас я предлагаю уже перемещаться на эпические настройки. Да, кстати, кто забыл, то сейчас мы играли всего лишь на высоких настройках графики. А есть ещё и эпические. Сейчас мы как раз таки проверим, как хорошо они работают в игре. Так, заходим в настройки и ставим эпическую конфигурацию качества. Кстати, вы не можете одновременно играть в 60 FPS и с эпическими настройками графики. Не знаю почему, потому что ровно год назад это было возможно. Ну, по крайней мере, конкретно на моём телефоне. Поэтому, если вы ставите эпические настройки, то у вас автоматически ставится 30 FPS. А если вы ставите, наоборот, 60 FPS, то автоматически ставятся высокие настройки. Не знаю, почему так, но ладно. Применяем настройки и начинаем игру. Сразу захожу в игру и сразу же вижу изменения. Во-первых, травы стало намного больше. Ну, вы реально посмотрите. Кстати, помимо травы также появились ещё некоторые цветочки. Что по теням, что по теням. По теням, по теням всё отлично. Они ещё, по-моему, более чёткие, чем были на высоких настройках графики. Лечу на боевом автобусе и FPS у меня стабильно 30. Ну, а как иначе? Потому что максимум установлено 30 FPS. Я лечу, в принципе, особо каких-то значимых изменений. Вот, когда мы летим на автобусе и смотрим на всю карту свысока, я не вижу. Вроде как, если присмотреться вон в тот лес, можно заметить, что деревья более чёткие. Более чёткие, не такие размытые, как раньше. Опять же, если это кажется только мне, обязательно подправьте меня в комментариях и напишите, что вы думаете на этот счёт. Сейчас гуляю по лесу на эпических настройках графики, и вот чтобы прям были какие-то заметные отличия от высоких настроек, я не замечаю. Ну да, вроде как, текстуры стали более реалистичными, тени более крутыми. Всё стало, в общем, намного лучше, но не знаю, насколько это намного. В принципе, вроде как, особо ничего не изменилось. Напишите в комментариях, ребят, что вы думаете на этот счёт. Эпические настройки сильно отличаются от высоких, или это просто какая-то иллюзия? Ну, как минимум, сразу заметно, что FPS стал в два раза ниже. Кстати, посмотрите, как на эпических настройках выглядит текстурка сундука. Конечно же, это очень красиво, из него идёт какой-то необычный пар, какое-то освещение на пол, какие-то маленькие частицы. В общем, да, конечно же, это выглядит очень красиво. Но мне что-то очень кажется, что эта моделька уж очень сильно похожа на ту же текстурку, что и была на высоких настройках качества. Конечно же, какая-то маленькая разница ощущается, но она уж очень мала и практически незаметна. Вообще, я могу сделать такой небольшой своеобразный вывод, что между эпической и высокой настройкой графики, Fortnite конкретно на телефоне, особой разницы вообще не существует. То есть, да, вроде как появилось больше травы, появились какие-то маленькие цветочки на ней, но это вообще никому не интересно. Мне интересно посмотреть на новое освещение, улучшенные текстуры, крутые тени, но они, если смотреть конкретно на них, абсолютно такие же, что и на высоких настройках графики. Единственная разница в том, что на эпических настройках графики у вас будет в два раза меньше FPS. Кстати, в защиту эпических настройках графики могу сказать, что именно на ней мой телефон греется намного меньше, нежели чем на высоких. Не знаю, как так получается, но поверьте мне на слово, это правда. Ну и получаются именно такие итоги у новой графики Fortnite Mobile, которую принесло обновление восьмого сезона второй главы. Обязательно в комментариях пишите, как идет Fortnite Mobile лично на вашем телефоне и какая же графика вам больше нравится, на эпических настройках или на высоких. Также, если вы играете в Fortnite на телефоне, не забудьте написать, что там у вас по FPS в восемнадцатом сезоне. Лично у меня все отлично, единственный новый минус, который появился, так это то, что телефон стал очень часто и сильно нагреваться. Ну а так, если это видео было тебе полезно, обязательно ставь лайк. Ну а также, если именно ты хочешь халявный лайк лично от меня, то обязательно в комментариях пиши слово графика. Только так я смогу понять, что ты досмотрел это видео до конца, ну и конечно же, все подобные комментарии я обязательно лайкну. Ну а по традиции с вами, как всегда, был Матвей, а с толой огонь.